Уже 16 тысяч километров по воде, суши, воздуху преодолел Кубок пограничной эстафеты Победы по территории России. 5 апреля в Большечерниговском районе его приняли самарские пограничники. Память героев погибших на фронтах Великой Отечественной войны почтили на площади славы уже в столице региона. Кубок увидят тысячи, десятки тысяч человек. И я очень рад, что сегодня здесь в едином строю с пограничниками стоят кадеты, вооруженные силы, молодежь города. Самарская область хоть имеет небольшой участок границы, но тот вклад, который она внесла в укрепление пограничных рубежей, он довольно значительный. Это было и в годы Великой Отечественной войны, это относится и к нынешнему поколению пограничников, которые достойно выполняют свой служебный долг. Стартовала эстафета Победы 2 февраля сразу в двух городах – в Белорусском Бресте и Российском Мурманске. Маршрут пограничников протянется на десятки тысяч километров вдоль государственных границ стран СНГ. История пограничных эстафет начинается в 1936 году. Тогда они были больше спортивные, после Великой Отечественной войны стали патриотическими. Военные отправляются в путь ради молодого поколения. Все-таки это наша история, мы должны ее знать и помнить. Мы должны помнить все подвиги, которые совершили наши ветераны, как пограничники, так и остальные, потому что все внесли свой вклад. В ходе этой эстафеты мы проводим уроки мужества, выставки оружия, занимаемся с кадетами. Ну, то есть, тут целый комплекс мероприятий. Выставка боевого оружия и раритетные военные автомобили, чтобы школьники за страницами учебников истории могли увидеть реальные судьбы людей, которые отвоевали мирное небо над Россией. В Самаре участники эстафеты проведут уроки мужества в школах и поздравят ветеранов с приближающимся Великим Юбилеем. Затем кубок отправится в Саратовскую область, а завершится патриотическая эстафета 28 мая, в День пограничников в Москве. Марина Кравцова, Константин Головин. События.